ассаламу алейкум друзья новый кулинарный выпуск по которому я сто процентов уверен вы соскучились я сам соскучился мы сегодня будем делать шашлык мне кажется если бы мою жизнь можно было бы описать одним словом то это слово было бы шашлык покажу вам сегодня дагестанский маринад которому меня научили в дагестане когда я там был будем делать шашлык из баранины погнали пока мы не начали обратите внимание как здесь вокруг красиво сплошной зеленый цвет кругом просто что за красота одно удовольствие работать в таких условиях внизу бурлит речка горная вот цветет дерево а тут у нас стол на котором мы сегодня будем готовить бараний шашлык у нас сегодня задняя ножка здесь три с половиной килограмма мы сейчас ее разделаем воспользуемся моим новым ножом который мне сделал мой друг хас мамад про то как он его делал у нас есть целый выпуск на канале если будет интересно посмотрите можете заказать у него что-то подобное мясо у нас как вы видите очень жирная нам нужно удалить немного жира и вот эти пленочки сверху чтобы он был не только вкусный но и красивый вот этот весь верхний жир мы уберем слишком жирно будет для нас там и внутри тоже он жирно и поэтому уберем немножко мы специально так неаккуратно снимаем чтобы немножко оставить этого жира все-таки это же у нас баранина она должна быть жирная уже целый шматок жира мясо покрывается такой корочкой когда висит на рынке обветривается не только на рынке как только начинает контакт с воздухом начинает обветриваться поэтому вот эту корочку мы убираем оттуда наверное мало дневиду будет и так и убираю корочку игорь у вас камер молча его виппаду игорь я точно я уже думаю что-то разучился снимать мало это но не на нормальные съемки не приглашали одни свадьбы вот так чтобы на природе и души для души да где тебе деньги не платят за съемку даже на такой под чисто едой плагина когда последний раз такой был мы сегодня с тобой вдвоем должны будем осилить эту ножку вау очень ну проблеме осили я специально сегодня не завтракал чтобы нагулять аппетит я вчера даже не ужинал ради этого немного кропотливая работа стоит уделить этому время потому что когда мы будем пытаться жевать этот кусок нам это все будет мешать застревать в зубах где-то жестко будет поэтому видите я уже сколько убрал всего ненужного с этого мяса нам это все аукнется когда мы будем его есть вот сколько пленок еще сейчас мы его разделаем и отдельно уберем давайте вот это я уберу в сторонку по суставам разделываем никакой топор ничего нам не нужно раз 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 мясо видите оно вот эти мышц мышечные волокна каждая мышца же отдельно идет просто по ней разрезаете не надо ничего придумывать и все оно аккуратно отойдет от кости вот раз вот одна мышца вот вторая и вот сзади третья всего три куска получится три куска мякоти вот мы отделяем вот эту мышцу видите ровно она идет я даже ничего здесь не разрезаю я просто вот эту пленку отсоединяю и вот здесь есть такой лимфоузел вот в этот белый мешочек вот здесь вот он ощущается это лимфоузел его обязательно удаляем потому что от него неприятно пахнет когда мясо готовишь вот здесь он внутри находится вот здесь он внутри находится нужно столько острого живут и кость прорезает Вот вырезали кость, кладём её тоже сюда и вот остались две мышцы, просто помогаем им отделиться друг от друга Вот три мышцы, вся нога, со спины сейчас ещё снимем вырезку Всё, вот кость осталась, мы её используем для шурпы в следующий раз Ничего не пропадает зря А как же накормить бедных животных? Я думаю, что я их покормил достаточно Вот смотрите, вот эта часть мяса тонкая, мы её тоже будем использовать Снимем с неё вот эту пленку И получится у нас очень нежное мясо с этого куска, если её не убрать, не получится Вот так, она очень легко снимается Вот с одного куска вот столько всяких лишних убрали мы деталей Мы её так рулетиком сложим, так ещё с этой стороны И насадим на шампур Начнём нарезать небольшие куски, чтобы они быстро прожарились И оставались сочными, вот такой примерно Один Два Вы же понимаете, да, что вот этот весь вот нейминг, дагестанский маринад, чеченский маринад Это всё ерунда, вы же, да, вы купаете? Маринад, он вообще не важен Главное, чтобы было качественное мясо Если мясо хорошее, его можно просто посолить и поперчить И будет просто наивкуснейшее барбекю Но иногда мы делаем маринады, чтобы просто разнообразить Потому что надоедает одно и то же всегда кушать И ты пытаешься всё время что-то придумывать Вот этот маринад мне показал в Дагестане один мой друг И мне сейчас, и мне как бы очень понравился шашлык Конечно, он был вкусный не из-за этого маринада, а из-за того, что его классно сделали Но мы сейчас вам покажем интересный этот рецепт Вот это у нас тоже ещё соединённые две мышцы Так их разрезаем И просто порцию делаем Это уберём, чтобы оно не свисало Желательно вот это сухожилие тонкое, его тоже убрать Потому что во время жарки оно будет сжиматься И может стать тоже причиной того, что этот кусочек будет жёстким Мы его лучше срежем немножко Пусть на нём будет немного мяса, ничего страшного Но ювелирно его снять не получится Белее-белее мозг Вообще интересно бывает, когда куда-то едешь в новое место Особенно на Кавказе И там тебя угощают шашлыком Всегда у всех какой-то свой особенный рецепт приготовления И хочется по приезду домой тоже Вы выполняете такой обмен кулинарный Ты им что-то показываешь, а не тебе И вот так кулинария и развивается Ты увидел что-то у одного, добавил это к себе Как-то видоизменил Таким образом происходит очень большое разнообразие всего И блюд, и рецептов, и способов приготовления одного и того же продукта Поэтому если вы видите, что человек делает что-то не так, как вы Не стоит сразу же на него обрушиваться с критикой Лучше всего что-то подсмотреть Научиться чему-то новому Каждый человек же думает, что то, что он делает, это классно Если вы так не считаете Не нужно сразу об этом кричать Эту философию можно использовать не только в кулинаре Я сейчас призадумался В целом по жизни, мне кажется, будет легче и интереснее жить с таким подходом Не критиковать кого-то А наоборот развиваться и учиться Вот с этой голени сейчас тоже снимем мясо Так, эти мухи налетели, вы откуда взялись? Я шашлык готовлю очень часто И вот вы не поверите, я за всю жизнь один и тот же рецепт Ну раз в пять максимум использовал Всегда стараюсь по-разному делать, по-новому Одно и то же очень редко делаю Когда меня кто-то уже попробовал и просит Вот именно это сделай, пожалуйста Тогда я повторяюсь Вот Мав Магмад, свидетель, не даст соврать Сколько раз я уже привозил его на шашлык Но каждый раз он пробует что-то новое И каждый раз он говорит, что это очень вкусно все нарезали давайте теперь быстренько замаринуем кстати вот немного мяса получилось с этой одной ноги видимо от полтора килограмма одни кости были давайте это уберем вот отзадим животным пускай кушают попроще сделай лицо лук почистим нам нужно будет лук мясо без лука как я без походов мы кстати друзья если вы меня смотрите первый раз как бы основная наша деятельность это путешествие по чечне иногда и куда-то еще другие регионы ездим но основное по чечне мы сейчас начинаем новый сезон наших приключений горных ходим в походы ездим в туры с нашими туристами поэтому если вам интересно посмотреть чечню которую вам никто не покажет у нас очень эксклюзивные маршруты которые я сам разрабатывал с моими друзьями которые входили со мной в эти походы инстаграме без что travel вконтакте без что travel телеграмму от сап будет номер в описании переходите ознакомь с нашими маршрутами с расписанием очень интересно люди которые возвращаются с этих приключений почти каждый говорит что это был лучший день в его жизни я его прекрасно понимаю когда я впервые был в этих местах это был тоже лучший день по жизни и так каждый раз прикиньте каждый раз тебя лучший день в твоей жизни все все больше и больше а если таких дней очень много тоже вообще классно это и есть жизнь немножко вот так его жамкаем чтобы из него сок начинал выходить вот добавили теперь то зачем вы здесь собрались секреты берем чеснок немножко вот на ухать половины головки все нам этого будет достаточно теперь просто нарезаем его мелко в труху можете на терке натереть я не взял терку поэтому есть берем соль достаточно черный перец перца можно побольше баранина любит перец немного кориандр очень душистый поэтому немножко его добавляем и копченая паприка теперь самое важное обычная вода можете использовать минеральную добавляем один стакан воды видите вот тут вода стоит мы еще его не перемешивали сейчас мы перемешаем ее практически не будет она сразу же уйдет в мясо уже запах такой шашлычный видите воды нету но есть там на дне немножко она тоже сейчас питается все мясо заберет всю воду у нас получится очень-очень сочный шашлык лук какой вкусный оставим это мариноваться в нашем случае пару часиков подождем а вы можете даже на ночь его оставить потому что в этом составе нету никакой кислоты и она не будет разрушать волокна мясо но чем дольше будет стоять тем лучше все оставляем это идем немножко прогуляемся здесь насладимся этой природой просто прислушайтесь к этому звуку замаринуем немного лука к нашему шашлыку все это делают по-разному я использую всегда лимонный сок уксус никогда не добавляю потому что это конечно бывает вкусно с уксусом но он вообще перебивает любой вкус ты будто просто уксус пьешь куда бы вы его не добавили поэтому мы сюда здесь три большие луковицы добавим немного половину от выжмем из этой половинки много не надо тоже чтобы отдавать лимонным соком немножко соли прям щепотку черный перец тоже немного просто для запаха и интересная одна приправа есть называется сумах я с ней познакомился когда жил в турции они ее вообще ко многим блюдам добавляют во многие салаты интересный запах добавим ее вот сюда к луку будет очень вкусно еще попробуйте лук сделать я хотел сегодня тоже сделать забыл про это купите маленькую головку свеклы свежей и на мелкой терке не на мелкой а вот соломинкой чтобы сделать мелкие такие тоненькие соломинки сделайте свеклу свежую пропустите добавьте сюда просто будет какое-то нереально новое блюдо для вас получится все лук готов а мясо не готово только 10 минут прошло а так хочется когда мы когда у нас угли только разгорелись или дрова подгорели нельзя сразу же ставить сюда мясо потому что жар очень сильный и оно просто сгорит у вас а внутри останется сырым надо подождать пока они есть такое выражение посидеют покроются таким тоненьким слоем пепла будет умеренная температура вот вы можете секунд 10 если руку держать вот тогда уже можно ставить мясо вот я сейчас не могу даже секунду подержать ну вы это все знаете естественно я просто напоминаю мясо у нас уже замариновалось и сейчас будем насаживать на шампуры покажу вам один лайфхак перед тем как насадить на шампуры мы возьмем подсолнечное масло перемешаем это все хорошо с маслом чтобы каждый кусочек обволакивался так мы добьемся очень красивой золотистой корочки и мясо не очень сильно у нас подгорит как же я люблю вот это все что связано с приготовлением еды на природе у нас в нашей семье что кстати очень обидно только я вот этой страдаю ерундой и когда мы все вместе где-то собираемся как бы мне приходится вот этим заниматься не то что мне приходится они мне просят чтобы я их собрал и приготовил что-нибудь там шашлык какой-нибудь и так далее жалко что только мне это передалось это передалось я не знаю от кого что только я этим страдаю шашлык это все таки не просто еда целая философия которая объединяет людей друзья семья не важно коллеги вы просто находите повод вместе собраться вот шашлык это повод поехали пожарим шашлык и все таки да давай мы едем на шашлыки есть некоторые которые чисто покушают шашлыки уже хотят домой вот таких не забывай я слышал про них но я не встречал еще их у меня очень много таких знакомых тебе надо найти нового знакомых поэтому я сейчас тут с тобой наложусь все таки как я уже сказал это все не про еду вся вот эта шашлычная история жирнющее просто мясо оно будет такое вкусное сейчас этот жир потопится над этим костром с ароматом дыма я говорю это мне уже вкусно а кстати я же не сказал вам самое главное вот про нашу туристическую деятельность у нас есть два направления это походы и туры походы естественно как бы мы вот целый день куда-то там идем пешком с музыкальными а в турах мы на машине ездим по разным локациям и в конце мы устраиваем большой пикник в котором я готовлю разные вкусные блюда шашлыки, стейки, узбекский плов в зависимости от маршрута и сколько у нас там времени остается так что друзья записывайтесь 12-15 минут в зависимости от размеров ваших кусочков главное почаще переворачивайте пока мясо жарится мы сейчас подготовим гарнир тоже будем готовить на мангале это зеленая спаржа свежая мы ее польем маслом подсолнечным добавим немножко сушеного чеснока для аромата все это перемещаем и просто вот так на сетке ее поджарим ваш вердикт я чувствую что он приготовился забираем эту красоту вот так ничего не подгорело ничего не подгорело идеально давай мы сейчас смотри мы еще ничего не проверяли разрезаем кусочек смотрите как он идеально прожарился он не сухой видите сколько с него сока течет вот моя скромность мне иногда мешает признавать факт что это вкуснее чем чем тогда когда мне это показывали просто нереально друзья вот честно я давно не делал такой вкусный шашлык я не умею врать все мои знакомые это подтвердят салат я и забыл про этот салат я не могу понять что вкуснее что происходит спросим мнение у нашего камерного эксперта чисто таким варварским методом давай давай что скажешь мясо просто тает во рту просто вот так вот брат не в обиду тебе но это лучший шашлык который ты делал до этого не стейки всякие там не плов все это вообще даже вообще даже не знаю сравнение не идет с этим шашлыком а это товар реально что у него хе хе вот это вот это я молодец вот это да глаза не обманывают спаржу попробую я бы чуть соли добавил конечно ну все выключаем камеру а так круто да мяч клетчатка есть хлебушек есть мясо есть да шашлык реально мощный получился и самое главное хорошее настроение есть уху 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 нет слов чтобы описать весь восторг вот я говорил что я не повторяю маринада этот я буду повторять пока он мне не заест главное друзья не забывайте что важно правильно пожарить не передержать не не чтобы не подгорело у вас мясо чтобы умеренный жар был и часто переворачиваем видите здесь нет ни одного кусочка который подгорел бы да что ты достиг апогея в этом ремесле так приятно друзья надеюсь вам понравилось это видео если это так дайте об этом знать лайками комментариями делитесь этим видео со своими шашлычными друзьями и увидимся в новом выпуске на премьер уху Продолжение следует...